Всем привет, всем снова здравствуйте и сегодня у нас опять шоссейка 4WD HPI RS4 Sport 3 в кузове, в классном кузове BMW M3 E30 M в таком вот отличном оранжевом цвете Вы сами знаете у кого она уже есть, не буду ничего говорить, но я решил попробовать, почему? Потому что найти сейчас в достойном состоянии, в отличном состоянии, за достойные деньги при нынешнем курсе Я не скажу, что искал именно BMW, но HPI RS4 просто невозможно, либо конские деньги за него просят, либо их просто нет Либо из тех кузовов, которые мне вообще не нравятся, в этом старом Ford Mustang вообще не то Нашел я ее в России, прислал мне магазин, где она стояла, продавалась Спасибо большое подписчику, если ты сейчас смотришь ВКонтакте Надеюсь ты видишь это сейчас видео, спасибо тебе большое, что ты мне ее прислал Итак, погнали, конечно это полный РТР комплект, тачка комплектуется полным приводом Вся благозащищенная электроника, 4ВД, полный привод, ура, она с нами, она у нас Долго искала, ребят, вы сами знаете, те кто подписан на меня ВКонтакте Я два или три раза задавал вопросы, где, где, где мне купить RS4 Вот, итак, здесь тачка у нас с вами комплектуется сразу же набором инструкций, документы, наклеечки Все, 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 это сразу в базовом оснащении есть Ну, наклеечки это не самое главное, да, что есть в этой тачке, но это приятно Дальше, здесь у нас с вами есть зарядка, переходнички для розеток всевозможных Ну, переходы на европейские, стиль и так далее и тому подобное А, все-таки аппаратура здесь зато не как у HPI RS Sprint 2, где у меня был Porsche, где, помните, даже скрипела Да, TF11 аппаратурка, питается она четырьмя пальчиковыми батарейками Слава богу, хоть полегче Это не ХСП, где невозможно, да, 8 батареек с собой постоянно таскать Здесь есть только триммер тачки вперед-назад, а также есть триммер руля И все Пластиковое колесико, в принципе, довольно-таки простецкое, но удобное крепление для камеры GoPro И это классно, это топ В остальном, что у нас еще здесь есть, всевозможные баллонички Также у нас присутствуют запасные части Ну, ладно, это все есть И в самом базовом оснащении тачка также есть у нее сразу же аккумулятор Гидрид на 2000 мАч Это тоже хорошо, ребят, вы получаете тачку полностью готово Мне нравится Horizon Horizon Hobby, где все сразу же идет с батарейками И здесь у нас HPI сразу поставляет 4 пальчика в батарейке Сейчас поставим в аппаратуру и будем гонять Хорошо, когда производитель сразу Ну, ладно, что про производителя-то, а? Вот она, тачка BMW M3 в классном оранжевом цвете Как вам, ребят? Бэха у нас Те, кто подписан на мой канал, знают, что у нас уже RS4 Sport была В виде мустанга Дрифтового с дрифтовыми колесами Но здесь, во-первых, тачка на шоссейных колесах Посмотрите, как она валит в стоке В базовом оснащении с коллектором моторе Плюс, как я уже говорил, я купил себе Видели видео на распаковку Subaru От Kiyoshi в старом исполнении И у нас с вами идет Может быть, кстати, уже и пришел Это, не буду ничего говорить Новиночка от Kiyoshi 2020 Или конца 2019 года Тоже посмотрим, сравним старую школу с новой Итак, тачка Вот такой вот аппарат у нас с вами Ну, что сказать Прикольно смотрится Такая заниженная посадка Мне, в принципе, нравится Ну, 100% будет тереть кузов Надо бы приподнимать, наверное, повыше сам кузов Либо Где вставить проставочки на самих амортизатор Потому что задняя часть, видите, да, как просажена Посмотрите, да, прям занижена Очень занижена 431 миллиметр тачка 200, так же, как и было у Kiyoshi В ширину И 130 миллиметров 13 сантиметров в высоту Классно Мне нравится Никаких вопросов нет И с копийности Здесь тоже, кстати, ничего такого нет Я еще раз обращаю внимание Что Прямо на это обратите внимание Потому что в новой школе Там копийность уже на высоте Итак, как вы видите, да, тачка абсолютно новая Куплена в магазине По отличной цене Спасибо еще раз большое Здесь Плексан Немножко помягче Немножко помягче HPI Чем Ну, поэластичнее, может быть Не знаю Я на морозик не катал Посмотрим, попробуем Из такой копийности сделаны Дворники нарисованы Все Наклеечки парочку есть И Спойлер Такой же сзади, как у Subaru Ничего В остальном Здесь не сделано Ну, как-то вот так Дальше Знаменитая Удобная Классная Самая Ремонтопригодная Как мне кажется По мне Удобная Для всевозможного Тюнинга Для использования Каких-то дополнительных Моторов Регуляторов Оборотов Влагозащищенная Это знаменитое Шасси RS4 Sport3 Классный H5 Я тут сделал Прямо вот она Для всего подходит То есть вы можете Поставить дрифтовые колеса Здесь Опять же Все крепится На обычный Паломный ключ Это классно Без всяких Отверточек И так далее Резина Очень Такая Мягкая Эластичная Цепляться Сложно Безумно Хорошо Мы с вами Обязательно Покатаем Посмотрим На асфальте Как тачка Едет Сравним Обязательно Субару Вот Найти их Сейчас Также можно В бушном Варианте Но очень Тяжело Их очень Мало Хотя Может быть Люди Еще не Наигрались Тачка Комплектуется Коллекторным Мотором Не забудьте Обязательно Катать На канале Моим есть Как катать Мотор 15 витков В принципе Хватает Нормально Под 40 Км в час В базе С 2С Аккумулятором Она едет Гидрид Вообще Не советую Использовать Тачка Переваривает Гидриды Плюс 2С Аккумуляторы 2С Аккумуляторы Причем Здесь Не надо На мустанке Кстати У меня Все было С перемычками То есть Нужно было Обязательно Поставить Что ты Гоняешь На 2С Аккумулятор Здесь Ничего Не нужно Пожалуйста Поставил И полетел Это тоже Классно Это то И конечно же Здесь Сразу же Влагозащищенный Приемничек Есть стоит Для Аппаратуру TF11 И Также У нас С вами Здесь Давайте Посмотрим Сколько Килограмм 10 Килограмм 10 килограмм Влагозащищенный Серво Руля Это классно Это тоже Есть Дека У нас Здесь С вами Она у нас Пластиковая Но Здесь Есть Удобное Пространство Для того Вот здесь К центральному Валу Вал Кстати Металлический Это классно Помните Да Киош Либо Можно Зайти К нему Сверху В остальном Пластиковое Шасси Я повторюсь Сказал Управление Точнее Спереди Очень мягкий Вот здесь Прямо Реально Мягкий Под удар Передний Бампер То есть Мне кажется Подольше Вы сохраните В сравнении С Киошей Свою Корку Рычаги Ну к сожалению А может быть Частью Зачем сюда металл Скорости небольшие Но если будете тюнинг Ну тогда уже Здесь нужно будет Этим заниматься Очень нравится Здесь стоят Привода Металлические Что спереди Что сзади Что сразу же Подходит для тюнинга Это классно Это хорошо Амортизаторы Они кстати У нас с вами Регулируются Обычными Винтами И они у нас с вами Заправлены Силиконовым маслом В принципе Даже очень Даже неплохо Зачем-то передняя часть Очень заливная Ну да ладно И Заправлены Но полностью Пластиковые Ну да ладно Ничего страшного В принципе Добраться здесь Можно легко Для обслуживания Модели Здесь тоже Никаких вопросов Нет Невысокие Кстати Мне очень нравится То что здесь Не такие высокие Крепления под кузов Они выпирают Смотрятся Очень даже Достойно И нормально Спереди Такие же Амортизаторы Кулаки Вставки Там все У нас Также с вами Пластиковые Ну да ладно Диски На внешнем Кстати Когда на фотографии Смотрится Тачка Смотрится Довольно Таки Специфично И можно сказать Как я бы это называю На любителя Но Сейчас Когда ты смотришь Ее На самом деле В жизни Мне кажется Смотрится Тачка Очень даже Огненно БМВ М3 Никогда не было Настоящей БМВ Так Смотришь Исполнением Уже В H5 Спринт 2 Была куча Если есть какие-то По ним вопросы Обязательно Напишите в комментарии Отвечу Ставим пальцы вверх Подписываемся На мой канал Спасибо Большое Ребят За внимание Всем спасибо Кто со мной И пока Субтитры сделал DimaTorzok